Пасха Типа Едите мацию и кушайте А мы с вами праздновать не будем И стоит ли, какая разница Типа большая разница И вот Этот момент очень для меня Не беспокойный Я не считаю его сильно проблематичным Но Когда мы говорим о Песахе Мы разве подразумеваем Два Песаха Или две Пасхи Ну конечно По восточному и западному календарю Две получается Разве два раза Умер Мессия За восточную или западную церковь Один раз Я бы хотел немножко поговорить сегодня об этом Но перед тем, как говорить Я немножко дополню то, что говорил Никита Здесь интересно Потому что для верующих людей Особенно даже если вы у нас Первый раз сегодня А я знаю, что у нас есть люди Которые первый раз В общине И были на Песахе тоже Буквально несколько дней назад Тоже первый раз Но Для того, чтобы вообще понимать Что происходит Нужно иметь веру В веру В то, о чем говорит Писание Как это сравнить Вот Вот с этим Моментом Библия четко говорит Вера Она Отслышание Отслышание От слова Божьего Ну как это звучит Вообще Отслышал правила дорожного движения Ночью ехал Не заметил Проехал мимо Только доехал до Ну Возле полицейского Доехал до перекрестка Меня Со всех сторон Окружили И сказали Ты арестован Он говорит За что? Ты Ударил Полицейскую машину Ну то есть И Как бы не остановился Продолжил Путь Ну путь И тут он говорит Ну я даже не почувствовал Он ему говорит Ты нарушил Да Ты нарушил И вот есть Этому свидетельство Побитая фара И так далее Полицейская машина Дверь Полицейский просто Открывал дверь Да Как раз и Получился Удар И Следующее Ему приходит Повестка О том что Ну нужно Появиться Будет На суд Другими словами Вера приходит От то что ему сказали Он сначала не поверил Что он такое мог сделать Но когда показали Говорит А На основании Закона У тебя придет еще Как бы Ну на судебный Процесс И получается Он верит То что ему сказали На основании Чего то Что написано Правильно? Другими словами Это очень просто Вера приходит От слышания От слышания От слова Божьего Закона Которая у нас есть Когда мы говорим О Песохе Мы Отождествляем Это событие Со словом Свобода Вот Когда мы говорим О Пасхе Или о Песохе Мы говорим И отождествляем Это событие Со словом Свобода Рабами мы были А теперь мы свободны Это событие Мы вспоминаем Как Божье Благорасположение Обещание Любовь Бога нашего К нашим отцам Которого Вызволил их Из Рабства Египта Правда Когда мы говорим О Песохе Так же мы понимаем Как Никита уже говорил Что в это время Бог образует Себе народ То есть Некогда не народ А теперь народ Да Некогда Они далеки были Теперь они близки Как и мы с вами В Новом Завете Написано об этом И вот там Бог Не только выводит Израиль Из Египта Он формирует Его как народ И потом дает им Заповеди Те отношения И он говорит Я хочу Обитать посреди них Я хочу Чтобы они Стали светом Этого миру И это слово Как Никита уже говорил Это Тора Да Начинает распространяться По миру Возможно ли предположить Что Вот это освобождение Песоха Раскрывало Величайшие события Мирового значения Которое Предвещал Сам исход О том О чем сказал Никита Слово Геола Именно Избавление Из Песох Который праздновали Тогда Могли бы Он Проецировать На будущее Намного Величайшее Искупление Которое Касалось Всего мира Конечно же Часть Пасхальной Агады Я сегодня Затрагиваю Песох Потому что Он близко К некоторым Вещам Завтра Западный мир Будет праздновать Воскресение Ишуа Иисуса Христа Из мертвых Но давайте Посмотрим Часть Пасхальной Агады Включает Историю Не только Пасхальной Ночи В которой Приготавливали Пасху Помазывали Кровью Косяки Дома И наутро Большой Кагалой Большим Кагалом Покинули Египет И до Нитки Предварительно Его обобрали Не только Об этом Говорит Агада То есть Это Повествование Но И Также Историю Перехода Через Стоящую Природную Преграду Куда Бог И привел Из Евреев Он Они не пошли Коротким путем Вдоль моря А Бог Развернул И привел Их Как раз К препятствию Природному Препятствию Где они Не могли Сказать Раступись Да Или там Сделать Какие-то вещи Чтобы Переехать Быстренько Через Море И вот Вот Это момент И Важности И Прохода По Сухому Дну Красного Моря Исход 14 Глава 13 Говорит Следующее Я буду Читать На Украинской Мове Там Моисев Казал Народу Будьте Мужними На Украинской Мове Мужность Это Смелые То есть Больше Говорится На русском Языке Не Бойтись А Здесь Говорит Не То Что Не Бойтись А Будьте Смелыми Наоборот Утвердите Свою Часть Бога И Будьте Смелыми Стейте Дивидеться Со Со Смелыми 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 Повеселимся То есть Давайте Петь Песни Смотрите Исход Тот же 14 Глав 31 Стих Увидели Израильтяне Руку Великую Которую Явил Господь Над Египтянами И Убоялся Народ Господа И поверил Господу И Моисею Рабу Его Тогда Моисей Сыновья Израиля Воспели Господу Песень Когда Все Это Увидели Когда Сбежали С одной Стороны На другую По сухому Сверхъестественно Тогда Сказали Фу Пронесло Давайте Петь Песни Есть Момент Такой Когда Помните Ишуа В Гесемамском Саду Сказал Вот Время Пришло А Написано Они Воспели Песню После Песаха И Пошли На гору Здесь Похожа Такая штука Такая же Самая Происходящая Происходит Через Пророка Исаию Знаете Мы видим Много Вещей Которые Бог Открывает Но Именно Тогда Исход Не был Только Единственным Моментом Когда Бог Избавлял Народ От врагов Мы видим Через Все Писание Когда Бог Избавляет Народ Божий От врагов И Исаия Пишет Пророческое Слово Будучи В Изгнании То есть Будучи Не в земле Израиля Будучи В оккупации Или же Переселенцем И он Говорит Слова Которые Становятся Основой Для будущего Пророческого Направления В 52 Исаия Начинает Говорить О грядущем Исходе Будучи Сам Находясь Вне Воли Вне Израиля Он Начинает Говорить Слова Которые Ложат Основания Для надежды Для надежды Величайшего Искупления Во всем мире 52 Глава Исаия Начну С 6 Стиха Поэтому Народ Мой Узнает Имя Мое Поэтому Узнает Тот День Что Я Тот Же Который Сказал Вот Я Как Прекрасно На горах Ноги Благовестника Возвещающий Мир Благовестующую Радость Проповедующий Спасение Говорящего Сиону Воцарился Бог Твой Голос Торожей Твоих Они Возвысили Голос Все Вместе Ликуют Ибо Своими Глазами Видят Что Господь Возвращается В Сион Торжествуйте Пойте Вместе Развалины Иерусалима Ибо Утешил Господь Народ Свой Искупил Иерусалим Следующий Это Десятый Стих Обнажил Господь Святую Мышцу Свою Перед Глазами Всех Народов И Все Концы Земли Увидят Спасение Бога Нашего Возможно Многие люди Не замечают Но Исайя Здесь Ложит Основание Спасения Которое Узрят Все Люди Весь Мир Узрит Спасение Которое Бог Приготовил Для Людей Не только Для Израиля Это не только Обещание Освобождения Физическое Искупление Но Духовное Освобождение Влияющее На весь Весь Мир И об этом Исайя Пишет В следующем Главе Главе Которая Стала Город Поперек Нашему Народу И Равины Не хотят Ее Толковать Наш народ Пытаться От нее Подальше Стоят Исайя 53 Следующий Начинает Раскрывать Что-то То Чего Не могло И не может До сих пор Войти В понимание Еврейской Традиции Еврейской Составляющей Закона Моисея Все мы Блуждали Как овцы Совратились Каждый На свою дорогу И Господь Возложил На него Грехи Всех нас Вдруг Он говорит О Машиехе О Мессии Избавителе Как Моисей Ведь тоже Был Избавитель То есть То кто Избавил Израиль От рабства Тут Говорит Он О новом Избавлении Говорит Тут Есть Раб На которого Он Возложит Обетование То есть Обещание Свое Избавление Но Возложить Все мы Блуждали Как овцы Каждый Пошел Своей Дорогой Числа Вернее В книге Судей Написано Что Каждый Ходил По своим Чувствованием Не на всех И не просто На мессию Как вы Часи Какой из них А на его Конкретно Как во время Песоха Кровью Агна То есть Жизнью Одного Открывалась Возможность Быть свободному Целому Народу Так же Исай Говорит О личности Которая Даст нам Всем Свободу И избавление От собственного Греховного Рабства Он Начинает Говорить Гаула Избавление От Рабства Как это Рабство Намного Тяжелее Египетского Рабства Духовное Рабство Греха Спасение Предлагаемым Богом Это освобождение От личной вины Личной вины Что я делал Что происходило Со мной Что есть Правильно Неправильно После Как Исаия Пророчествует О смерти Раба За грехи Всех нас Это мы Сейчас увидим Вдруг Он начинает Говорить о том Что раб Увидит Следующее Поколение Первое То что Он умрет Раб На него Обвозначатся Все грехи Он будет Наказуем Он умрет И вдруг Он сразу Начинает Пророчиться О том Что этот Раб Он Будет Видеть Новое Поколение Он Будет Живым Чтобы Увидеть Вознаграждение За страдание Смерть Невероятное Откровение Исаия Начинает Пророчиться Об откровении Воскресшем Машехи Мессии Об избавителе Который Воскреснет Из мертвых Возможно Мы не видим Иногда так Мы просто читаем Но Господу 10 стих Исаия 53 глава Было Угодно Поразить его И он Предал его Мучению Когда же Душа его Принесет Жертву Уместивление Он Он Узрит Потомство Долговечно И воля Господня Благоуспешно Будет Исполняться Рукою Его Конечно же Чтобы Раб Увидел Потомство Долговечное Нужно было Этому Рабу Воскреснуть Из мертвых И это Обещание Воскресения Из мертвых Дает Сам Бог Через Исаию Еврейский Мессия Страдающий За грехи Израиля Становится Искупителем Для Оправдания Смотрите 11 стих На подвиг Души Своей Он будет Смотреть С довольством Через Познание Его Он Праведник Раб Мой Оправдает Многих И грехи На себе Понесет Он Понесет Это становится Оправданием Перед Всевышним Знаете Продолжить Через Брис Гадаша Потому что Каждый Из нас Декларирует Свою Веру В Иисуса Мессии Или еще Из Назарета Как Истинного Мессия Израиля И Спасителя Мира Я знаю Что здесь Есть люди Которые Об этом Говорят Мы Декларируем Что Он Является Господом Спасителем Всего Мира И Наш Маши Девите Якщо Христос Не Воскрес Змертвых То Те Що Мы Проповедуем Марне И Марна Вира Ваша 1 Коринфян 15 Глав 14 Если Мессия Не был Воскрешен То И Вся Наша Проповедь Напрасна Та же Как И Наша Вера Друзья А это Значит Что Основанием Нашей Веры И Верой Апостол Было И остается Воскресение Из Мертвых И Там Было Очень Много Споров Помните Когда Павла Хотели Арестовать Посадить И Узнали Что Они Спорили О Воскресении Да О Их Религиозных Основах Решили Его Отправить Подальше И Шуа Воскрес Из Мертвых Это Единственная Искупительная Жертва Да Которая Должна Была Воскреснуть По Обещанию Бога Если Шуа Не Воскрес Из Мертвых То Его Смерть Бессмысленна И Мы Остаемся В Рабстве Греха В Рабстве Египта Почему Я говорю Об этом Давайте Просто Рассудим Подумаем Так Я говорю О том Что Это Основание Для Верующих Людей Что Вешуа Не Просто Умер Да Машиех Умер Но И Воскрес Для Нашего Оправдания Основанием Для Верующих Людей Всегда Было Воскресение Из Мертвых Особенно Воскресение Вешуа Из Мертвых Праведник Воскрес Если бы У вас Была Какая-то Надежда На Какие-то Вот Решили Какие-то Вопросы Вы Стоите В очереди Эта Очередь Приближается Вы приходите Туда И Ваши Надежды Не Оправдались Что Вы будете Делать Всем Говорить Все В порядке Все Решили Заметаем Следы И Начинаем Всем Трезвонить Что Наши Вопросы Решили Хотя Их Не Решены Были Вопросы Ваша Надежды Но Вы Говорите Всем Что Все Решено Все Хорошо И Тогда Вы Становитесь Глупцами Правда Ну Да А За Это Можно Было Жизнь Положить Скажите Пожалуйста За То Что Ваши Надежды Не Исполнились Хотите Либо Рисковать Своей Собственной Жизнью А Потом Когда Вас Арестуют Скажите Можете Делать Что Хотите Знаю Смотрите Для То Что Происходило Тогда С апостолами С Учениками Ишуа Они Как и все остальные Ждали Избавления Чаяния Израиля Ждали Избавления Что Что Придет Моисея Избавит Их И поверьте Мне У них Такие же Были Моисея Мышления Как у всех Остальных Что Какая Разница Моисей Избавил От Египта Теперь Ишуа Может Избавить Нас От Римлян Что Римляне Что Египтяне Все Нас Поработили И Мы Видим Эти Вещи Происходящие С Учениками Где Ишуа Подходит К ним На дороге В Моис Помните Да Такая История Которая Очень Интересна Была И Вот Если Бы Если Бы Просто Как бы Их Чаяния Не Исполнились Тогда Можно Было Найти Себе Другого Мессию Что Наш Народ И Сделал Выбрал Баргогбу Перед Тем Как Разрушил Второй Храм Они Выбрали Себе Мессию Что Тот Их Избавит Наконец Но Но Не Так Было С Апостолами Что То Произошло В Их Жизни Что Они Были Убеждены Что Мессия Которого Они Встретили Да После Воскресения Является Избавителем Они Увидели Исаию Немножко По Другому Чем Все Остальные Что Избавление Приходит До Человека Имея Именно От Греховной Зависимости От Рабства Греха И Это Важные Вины От Вины За Грех А Вы Как Поступили За Ваши Убеждения Как Мы Поступим Как Некоторые Которые В Маус Ишли И Мы Надеялись Они Говорили Что Он И Есть Тот Маше Тот Мессия Который Должен Избавить Израиля Воскресение Ишуа Из Мертвых Утверждает Что Он Истинный Искупитель Именно Воскресение Из Мертвых Сновой Для Верующих Людей Быть Убежденным Что Они Свободные Люди Его Воскресение Из Мертвых Гарантированный Талон О том Что Наша Жизнь На Земле Это Не Все Для Чего Мы Родились Важно Понять 1 Карифина 15 Глава 20 Стих Но Маши Воскрес Из Мертвых Первенец Из Умерших Ибо Как Смерть Через Человеков Так И Через Как В Адаме Все Умирают Так В Мессии Все Живают Каждый В своем Порядке Первенец Маши Потом Тех Кто Его И Пришествие Его Пришествие Его Фундаментальным Основанием Веры Каждого Христианина Это Вера В то Что Мессия Ишу Воскрес Из Мертвых И Это То Что Будет Праздноваться Воскресение Западным Обрядом Через Неделю Будет Праздноваться Восточным Обрядом Но Я хочу Сказать Разве Не должно Было Мессии Пройти Через Все Эти Страдания Затем Войти В свою Славу Должно И Ишуа Начинает Луки Говорить 24 Глава 26 Стих Начав От Моисея Всех Пророков Он Объяснил Им Что Было Сказано О нем Во всех Писаниях Друзья Мы Говорим О Песохе Почему Люди Еще Как Начинают Делить Это Ваш Песох Семь Дней Пасхой Вы Себе Празднуете А это Наш Песох Пасха Христос Воскрес Две Разные Пасхи Два Разных Понимания Две Разные Вещи И Ишуа Показывает Через Всю Пророков Через Моисея Начинает Моисея Что Конкретно Моисея Должно Было Пострадать И На самом Деле И И Воскрес Из Мертвых Потому Что Уже Третий День Они Говорят Что Как Наши Женщины Взбаламутили Все Сказали Что Он Живой И Плюс Ангелы Говорят Что Он Живой Не Входит В Разум Это Они Не Могли Себе Поверить Полагая Свою Веру В Мессию Израиля Мы Полагаем Надежду Воскрес Семья Из Мертвых И Наша Надежда В лучшее Будущее С Творцом Не только Здесь Но и Там Это Традиция Которую Мы Повторяем Особенно Песах Когда Мы Ставим Четвертую Чашу Мы Говорим Вот Чаша Или Ожидая Что Он Придет Но Когда На самом деле Мы Говорим Это Чаша Царства Его Царство Это Чаша Царства Машиха Но Как Это Связано С Первым Исходом И История У Красного Моря Как это Связано Как это Можно было Связать Потому что Я уже Говорю А года Читается Не просто Как вышли Из Египта А еще Читается Та часть Которая Пересекли Море И На Более Безопасное Место И тогда Они Воспели И в Сильной Рукой Своей Господь Избавил Нас От Рабства И Провел Через Красное Море Если бы Евреи Не Перешли Море Получили бы Свою свободу Обетование Которое Бог дал Аврааму Если бы Не пересекли Нет Если бы Евреи Видя То что Происходило Происходило Да Видели Этот Балаган Который Виде Египетского Войска И не Смогли бы Перейти Было Либо У них Спасение Даже Когда Если Они Взяли Кров Агнца Помазали Косяки Да И Вышли Из Египта Но Через Море Не Прошли Бы Тогда Что Ничего Бы Не 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 Бы Исход Не Бы Избавления Не Бы Свободы Исход 14 Глава 14 12 Мы Говорили Тебе Моше Что так и Будет В Египте Мы сказали Не беспокой нас Пожалуйста Давай Останемся И будем Служить Египтянам Для нас Было бы Лучше Остаться И быть Рабами Чем Уйти Сюда И Умереть В пустыне Поэтому Павел Говорит Да Машиих Умер Да Но Это Еще Не Конечная Часть Нужно Было И Воскреснуть Для Нашего Оправдания Если Бы Евреи Даже Принеся Жертву Агнца Сделали Все Как Бог Сказал Придя К Красному Море Не Пересекли Б Море И Исполнилось Ли Обетование Которое Бог давал Народу У них Не было Шансов Перед Армией Фараона Абсолютно Никакого Им Нужно Было Чудо Которое Нужно Было В Которое Нужно Было Поверить Сделать Сделать Мацу Зарезать Ягненка Помазать Кровь Косяки Чувствовать Что Ты Что Сделал Это Одно Но Когда Нужно Было Чудо Реальное Чудо Только Бог Это Может Сделать Как Только Воскресение Из Мертвых Может Делать Только Бог Только Бог Это Может Сделать Это Становится Свидетельством Для Народов Что Бог Сильный Он Становит Именно Выход Из Через Поморью Под Дуб Красного Моря Становится Свидетельством Всем Остальным Народам Что Бог Сделал Даже Блудница Раф Которая Говорит Мы Слышали Что Бог Сделал Он Не Только Вас Сильной Рукой Вывел Из Египта Он И По Дну Моря Вас Провел Сверх Естественно А Те Кто Закателись За Вами Побежать Догнать Вас Там же И Утонули Евреям Посланием Одиннадцатая Глава Верю Верую Извините Перешли Черное Море Как По суше На Что Покусившись Египтяне Потонули Я Точно Могу Сказать Что Нет ни одного Праведника Даже Избранный Народ Не является Насчет Этой части Сильно Избранным Для них Какие-то Особенные Привилегии Все Загрешили И лишены Славы Бога Все Были лишены Его Присутствия И Слово Грех В оригинальном Понимании Это означает Мимо Мишени Или как у нас Любят Говорят в Одессе Мимо Кассы Мимо Кассы Это самое Легче Сказать Мимо Мишени Кто-то Еще Не стрелял Ни с лука Ни Ищего Другого Но Мимо Кассы Всегда Бывает Вот Это Понятие Что Бог Дал Моисею Закон Который Никто Не мог Исполнить Абсолютно Никто Хотя Все Было Хорошо Но Мимо Кассы То есть Мимо Исполнения Тех Заповед Которые Бог Дал По этой Причине Бог И Приготовил Зная Что Человек Не способен Это Сделать Чтобы Быть Святым Ни одного Нет Святого Бог Приготовил Жертву В виде Своего Сына За Наши Согрешения За Согрешение Всего Израиля Бог Предал Его Мучению Для того Чтобы Воскресить Его Из Мертвых Для Оправдания И Мы Точно Этого Не заслужили Мы Не заслужили Это Его Дар Его Дар Израилю Это Его Дар Для Израиль Не заслужил Чтобы Его Взять И Вывезти Из Египта Или Через Красное Море Написано По Причине Отцов Ваших По Отношению К отцам Он Был Благосклонен Исход 14 глава Не Бойтесь Стойте И Увидите Спасение Господне Которое Он Соделает Вам Ныне Ибо Египтян Которые Видите Вы Ныне Более Не Увидите Его Век А вы Будьте Спокойны Там Вообще Это Был Такой Геволт Что Бог Спокойся Скажи Людям Идите Уже Будьте Спокойны Новый Завет Который Бог Заключил В Ишуа Мессии О непоколебимых На лучших Условиях И невозможно Его разрушить Этот Завет Невозможно Разрушить Так Крови Шува Очищает Нас От Вся Греха Без Пролития Крови Нет Прощения Грехов И она Больше Чем Просто Жертвы Которые Приносились В Ветхом Завете Он Ходатай Нового Завета И в Послании Евреев 12 главе Говорится Вы Приступили Горе Сиону Граду Бога Живого К небесному Иерусалиму К тьмам Ангелам И торжествующему Собору Общины Первенцев Написанных На небесах И Всюди Всех Богу К духам Праведников Достигших Совершенства И ходатаю Нового Завета Ишуа К крови Кропления Говорящий Лучше Нежели Авеля Он Пришел Собственной Кровью Воскресший Из мертвых Чтобы Сделать То Чего Мы с вами Недостойны Дать нам Свободу Ибо Он Одним Приношением Навсегда Сделался Совершенными Освещаемых О всем Свидетельствует Нам И Дух Святой Ибо Сказано Вот Завет Который Завещаю Им После Дней Тех Говорит Господь Вложу Законы Мои В сердца Их И в мысли Напишу Их И грехов И беззаконий Их Не воспомяну Вовек Как Насчет Нас Всех Имеем ли мы Уверенность Спасения Песох Это одна Часть Которую Мы праздновали Завтра Люди Будут праздновать Воскресение Из мертвых Верим ли мы Что воскресением Из мертвых Мы оправданы Это Песох Из Египта Это Песох Из вины Которую Мы Несем Скажите Какое Наше Расположение К Песоху Можем ли мы Так сказать Как все Остальные Мошех Воскрес Из мертвых И в ответ Скажите Воистину Он воскрес Для моего Оправдания Одни У нас люди Которые В этот раз Могут сказать Ну Не знаю Оттуда никто Не возвращался С того света Как бы Нельзя сказать Что он нам Там приготовил Спасение Нам нужно Не только Для богочестивой Жизни Здесь на земле Нам также Нужно Это Воскресение Из мертвых Чтобы там Воскреснуть В абсолютном В присутствии Вы скажете И что Знаете Все воскреснут Хотите Верьте Хотите Нет Можете ждать Пока воскреснете Да Потом Сами увидите Убедитесь Писание Четко говорит Что мы Все воскреснем Одни Вечность В радость Господина Своего А делающие Зло Будут Воскресены В вечное Осуждение Где не будет Никакой надежды На улучшение Обстоятельств У нас Когда люди Выпадают В тюрьму Они еще Жалобы пишут Немножко То то не так То их С ними Плохо Относятся То у них Чего-то Не хватает И Да Через Своих Адвокатов Они что-то еще Могут получить Поверьте Если мы Заглянем В ту сторону Где не хотим быть На ту сторону Ада Да Изменений Там не будет И Если вы хотите Об этом подумать То есть Думайте сейчас Сегодня у нас Выбор У каждого Из нас Есть выбор Который мы Делаем Сегодня Где Мы хотим быть К ним Царствовать Для этого Нужно Простую вещь Делать Принять Реальность Вера Отслышания Ослышания От Слова Божьего Примите Иисуса Из Назарета Ишева Как Мессию И Спасителя Нашей души Поверьте Что мы Все воскреснем И дадим Отчет За наше Упование И не нужно Ждать Пока Достигнем Заглянуть Помимо Нашего Нашей Смертной Доски Не нужно Потом Сказать Ой Извините А можно Покаяться Потом Абсолютно Не будет Никакой Возможности И завтра Как я уже Сказал Будет Воскресение Которое Празднуется Воскресение Из мертвых Что это За праздник Это наш Настоящий Пасхальный Праздник Который Часть Нашей Агады Не только Семь дней Когда мы Кушаем Отцу А также Воскресение Из мертвых Которое Является Основанием Для будущей Жизни Все что Нужно Сделать Это Исрине Сказать Господь Мет Ты нужен Ты мне Нужен Не только Сейчас Для этой Жизни Которая у меня Есть Через Цитрузик Прохожу Но и Для уверенности В будущем Что воскресение Из мертвых Гарантирует Мне Вечную Жизнь Последнее Местописание Которое Зачитаю И потом Мы помолимся Что же Римлянам 6 глава 1 и 8 стих Что же Скажем Оставаться ли Нам в грехе Чтобы умножалась Благодать Люди говорят Ой Слушайте Благодать Божия Бог же любит Меня Простит Можно Грешу И каюсь Каюсь И грешу Грешу Опять и каюсь Опять и думаю Что все будет хорошо Но Писание Говорит Никак Мы умерли Для греха Как же нам Жить в нем Неужели Не знаете Что все мы Крещаемые В Ишуа Мессию В смерть Его крестились Разве вы не знаете Что если мы Приняли его Мы в его смерть Крестились То есть Вместе с ним Умерли И потом даже И мы погреблены С ним С крещением В смерть Дабы как Маши Воскрес Из мертвых Славаются Так и нам Ходить В обновленной Жизни Ибо если мы Соединены с ним Подобием смерти Его То должны быть Соединены и Подобием воскресения Зная то что Ветхий наш Человек Распят Вместе с ним Чтобы Упразднено было Тело греховное Дабы нам Не быть Уже Рабами греха Ибо Умерший Свободен От греха Друзья Что же делать Каждому из нас Я говорю А сейчас Я Ко всем Обращаюсь Верующим Неверующим Людям Песох Заканчивается Всегда Воскресением Из мертвых И первый Песох Тоже Заканчивался Через Воскресение То есть Переход С одной стороны Рабства На другую Сторону Свободы Без Пересечения Красного Моря Не было бы Обещаний Которые Бог Дал Аврааму Не было бы Того Что мы Сегодня бы Имеем Ни Машеха Да Ни обещаний Ни того Что Господь Приготовил для нас Поэтому Друзья Давайте будем Праздновать Песох Не со своим Знаете Спасным тестом А в Мессии Понимая то Что Христос Воскрес Для моего Оправдания И если вам Нужно это Оправдание Обратитесь К нему Примите его В свое сердце И он На самом деле Он Стоит У твоего сердца И стучит И кто ему Откроет Он сказал Я войду Я с ним Тоже трапезу То есть Песох сотворю Человек Поверит мне И будет со мной Для этого Не нужно Сверхъестественной Какой-то веры Будьте Пускай у вас Вера Детская Смерть Где твое жало Ад Где твоя победа Смерть Да Мы все Смертны Но смерть Это не конец Жизни Это переход Давайте мы Перейдем От простого Банального Просто христианства Которое Каждодневного Может быть Мы даже не подозреваем Какое оно должно быть К настоящей вере Без которой Невозможно Угодить Богу Верить Что наши грехи Они уже покрыты Они уже причины Если Писание говорит Мы исповедуем их Если мы говорим о них Если мы говорим Послушай Я сожалеваю То есть Чувство вины Сказать Господи Я чувствую Что я виновен Но ты взял На себя Наши немощи Понес Наши болезни А мы думали Мы думали Что Бог Наказывал его Но взял Наши грехи Каждого из нас Чтобы воскреснуть Для нашего Оправдания Жало смерти Грех А сила Греха Закон Благодарение Богу Даровавшую нам Победу Господом нашим Ишуа Мессия И это мое Сегодня послание К вам Перед Завтрашним Когда ваши люди Будут Друзья Будут встречать И говорить Вам Христос воскрес И не бояться И не бояться И остальное Обряды Не делали Все равно Все равно Они верят Что есть воскресенье Из мертвых Но вопрос Где наше упование Песох Верим ли мы Что наш народ Был искуплен Вот прошел Через это воскресенье Из мертвых Потому что Сегодня он Он является Ходатаем Нового Завета За каждого Из нас И если мы Согрешаем Павел говорит Что мы имеем Лучшего Ходатая На лучших Основах Если мы Признаемся Друг перед другом Чтобы исцелиться А снова Сказать ему Ты мне нужен Поэтому я прошу Что сейчас Мы встали Наши ноги Просто Раздумывая Над тем Что мы Празднуем Задать себе Вопрос Верю ли я В воскресенье Из мертвых И если я верю Что будет Воскресенье Из мертвых Тогда вопрос Где Я Буду В полной Свободе Пред Господом Как откровение Говорится Видел я Мириады Спасенных Из разных языков Колен и племен Говорящие Ты достоин Агнец Снять Эту печать Достоин Потому что Ты пролил Свою кровь За нас И мы Искуплены Я обращаюсь Сегодня к вам Принять Ишуа Личным Спасителем Сказать Ты мне нужен Не только Для хорошей Жизни Здесь Или Свободы Здесь На земле А чтобы Быть уверены Что если Придет Этот час А он Придет Обязательно Чтобы Стоять Перед тобою Не опустив Глаза А знать С улыбкой Что я Оправдан Освобожден Прощен Помилован Усыновлен Что я В правильном месте И услышать Свои уши Добрый Хороший Раб Войди В участь Господина Твоего Поэтому Друзья Воскресение Из мертвых Когда мы Говорим Пасха Господня Мы Должны Быть Уверены Что Наши Имена Записаны В книгу Жизни А это Возможно Через то Чтобы принять Ишуа Личным Спасителем Другого Пути Нет Об этом Говорит Писание Об этом Говорят Пророки Еврейские Не Новый Завет Просто Старые Еврейские Пророки О Маших И воскресший Из мертвых Который Будет смотреть На свое Поколение На свою Победу С довольствием И мы Являемся Его Частью Спасибо Абва Если Хотите Покаяться Поднимите Руку И скажите Господь Ты Мне нужен Больше Чем вчера Сегодня Ты мне Больше Нужен Потому что Время Оно Лукавое Оно Уходит Я не хочу Потерять Эту Возможность Пригласить Тебя В свою Жизнь Не ради Просто Этой Жизни Что Что Станет Лучше А для Того Чтобы Быть Уверенным Что Когда Придет Этот Час Встречи С тобой Я Знаю Без Сомнения Знаю Что Спаситель Мой Жив Что Он Ждет Меня Что Милость Его Будет В роды И роды И я Благодарен Тебе За Жертву Голговского Креста За Воскресение Из Мертвых И я Свободно Скажу Ты Воскрес Из Мертвых Для Моего Оправдания Спасибо Еще раз Спасибо Без Шем И Шем 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 Амин На Веки Ты Прослав Венца На Веки Ты Раз Нес На Веки Ты Воскрес Ты Живой Наш Боже Живой А Господь Боже Боже Веки Ты Прослав Веки На Веки Ты Привас Нес Веки Боже Веки Боже 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 это будет ваша молитва сегодня это будет ваша молитва Субтитры подогнал «Симон»